День пожилых людей в медсанчасти 135 Криминальная сводка за винулшую неделю Выставка работ выпускников художественной школы Закрытие байкерского сезона А теперь об этих и других событиях подробнее В медиа-центре Олимпийского парка в Сочи открылся международный инвестиционный форум В числе главных тем обсуждение экономического потенциала регионов А также развитие бизнеса и сотрудничества предпринимателей с государством В работе форума участвует и смоленская делегация во главе с губернатором Алексеем Островским Медики отмечают заметное увеличение числа заболевших гриппом, особенно среди детей Однако эпидемия еще не началась Первая волна подъема заболеваемости гриппом ожидается в октябре И у многих еще есть возможность сделать прививку В медсанчасти 135 очень уважительно относятся к людям старшего поколения Им всегда уделяют внимание, а особенно в Международный день пожилых людей Как этот день прошел в этом году, смотрите в нашем сюжете В течение двух дней пожилые граждане Десногорска могли получить медицинскую помощь без очереди Прямо в холи поликлиники Там был развернут стационарный пункт, где можно было измерить давление Узнать свои весы и рост, получить направление на анализы и электрокардиограмму Тех, кому была необходима консультация терапевта, отправляли на прием в доврачебный кабинет Откуда уже пациенты направлялись к нужным специалистам За два дня к медработникам обратилось более 70 человек Акция уже стала традиционной Люди уже знают, видимо какая-то реклама еще была Объявляли по телевидению и да, люди идут В рамках этой акции состоялось совещание руководства больницы с представителями общественных организаций города На встрече обсудили самые наболевшие вопросы Это зубопротезирование ветеранов, ежегодные медосмотры ликвидаторов, путевки в санатории, порядок установления инвалидности, проезд на территорию МСЧ, обеспечение доступной среды и, конечно, нехватку медперсонала В лечебные учреждения уже приняты семь молодых специалистов и администрация надеется на дальнейший приток кадров По всем вопросам участники круглого стола пришли к пониманию и будут работать над решением всех поставленных задач сообща Медсанчасть готова встречаться с жителями нашими и решать любые вопросы, которые касаются медицинской обслуживания населения По завершении встречи для работников и пациентов медсанчасти состоялся концерт «И вот я музыка лечу» В нем приняли участие воспитанники и преподаватели детской музыкальной школы имени Михаила Ивановича Глинки Твоя пятерка безопасности Акцию под таким названием сотрудники полиции проводят во всех регионах страны Смоленские стражи порядка также планируют посетить школы и раздать детям более 10 тысяч брошюр с пятью основными правилами безопасного поведения Четыре пассажира микроавтобуса пострадали в ДТП в Рославском районе Авария произошла 1 октября около 6 часов утра на 380-м километре трассы Москва-Рославль По информации Управления ГИБДД по Смоленской области произошло лобовое столкновение автомобилей Мерседес и Форд О криминальной обстановке на минувшей неделе в нашем городе расскажет майор полиции Светлана Романова За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 127 сообщений, из них 4 сообщения о преступлениях Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями Выявлено 141 административное правонарушение, в том числе 108 нарушений правил дорожного движения За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах К административной ответственности привлечены 23 человека 1 октября во втором микрорайоне Десногорска произошло ДТП Водитель автомобиля Хундай не выбрал безопасный боковой интервал до автомашины Форд Фокус и совершил с ним столкновение Оба транспортных средства получили технические повреждения За прошедшие выходные по области сотрудники ГИБДД выявили 1104 нарушения правил дорожного движения Задержали 31 пьяного водителя и 6 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования В этом году 23 выпускника Десногорской художественной школы получили свидетельство об окончании За 5 лет обучения ребята приобрели огромный багаж знаний и умений по изобразительному искусству Несколько месяцев трудились над итоговыми работами И теперь их может увидеть весь город В выставочном зале историко-краеведческого музея открылась выставка дипломных работ выпускников ДХШ Зрители могут видеть результат профессионального уровня выпускников художественной школы, достигнутой ими за годы обучения Ребята, конечно, приложили максимум усилий, очень трудились, старались, с интересом, с любовью выполняли свои работы И, конечно, большое спасибо нашим руководителям дипломных работ, которые помогли ребятам справиться с трудностями в ходе работы И пожелать им хочется очень больших творческих побед Выставка получилась потрясающая Здесь представлены интересные композиции Пётр I, мост памяти, литературные портреты Солоха и Оксана, выпускной, иллюстрации к литературным произведениям, кошка, которая гуляла сама по себе Киплинга, тайна зелёной планеты Соломатина, живописные натюрморты, грибной сезон, портреты, пейзажи, изделия декоративно-прикладного искусства в технике керамики, батика, росписи по дереву Особое внимание привлекает народный костюм Я в садочке была, выполненной по старинным образцам Хотелось бы только пожелать, чтобы вы в протяжении своей жизни, когда только начинается, не утеряли тот дар, который привёл вас в художественную школу Который ваши учителя вам подарили, развили вас Результат этого мы видим Пожелать, чтобы вы в наших трудных буднях всё-таки возвращались в это замечательное искусство Выставка работ выпускников художественной школы будет работать до 26 октября А затем педагоги планируют показать её в Белорусской Орше и в Смоленске После этого она вернётся в выставочный зал родной школы как прекрасный образец высокого творчества И ещё много лет будет радовать и восторгать В городе Ироклеон на Крите установили бюст первого космонавта нашего земляка Юрия Гагарина В торжественной церемонии открытия памятника участвовали российские космонавты Олег Скрипочка и Алексей Овчинин Событие приурочено к 55-летию полёта Гагарина в космос 4 октября Смоленск станет частью масштабной всероссийской акции «Большой этнографический диктант» Проверить свои знания о народах, проживающих в нашей стране, можно будет сразу на шести площадках За 45 минут нужно выполнить 30 тестовых заданий За правильное решение всех вопросов можно получить 100 баллов 1 октября десногорские байкеры официально закрыли сезон Наша съёмочная группа побывала на месте события Как всё прошло, смотрите далее Закрытие сезона как повод собраться вместе Примерно 20 мотоциклов расположились в районе Большого кольца в центре Десногорска Демонстрировали своих железных коней молодые и уже более опытные байкеры и даже девушки Байкерское движение для них в основном не просто увлечение, это стиль жизни Многие увлекаются мотодвижением с детства Это как жизнь, как адреналин, ну честно говоря, просто для себя Хочется и надо прокатиться, пересесть с четырёхколёсного на двухколёсник Ой, адреналин, весь мокрый, адреналин хлещет Мотоклуб «Сталкер» существует в Десногорске более 10 лет С каждым годом он затягивает в свои ряды всё больше участников За год к мотодвижению присоединяется примерно от трёх до шести любителей адреналина Есть свои правила и культура поведения Принимают в клуб только с 18 лет при наличии прав Соблюдение правил дорожного движения и шлем обязательны Соблюдают, соответственно, правила дорожного движения То есть по городу не носимся, ездим Те, кто носятся, они как бы не участвуют в своём движении Если находим тех, кто носятся и нарушают, то как бы стараемся их ругать И наставляют на путь истинный Родные, конечно, поддерживают, но и переживают «Вот сын подвязал вот эту вот штучку Я говорю, зачем, она мне мешает А вот говорит, будешь быстро ехать, она вот так у тебя будет телепаться Ты вспомнишь обо мне и скорость снизишь Я говорю, всё, понял, пускай висит» Мимо такого эффектного зрелища пройти или проехать просто невозможно Невеста тоже захотела сфотографироваться на мотоцикле Класс, мечта была В Десногорском закрытии мотосезона приняли участие байкеры из Рославля Кульминацией стал мотопробег Колонна из железных коней пронеслась по улицам города Официальное закрытие байкерского сезона состоялось Но рёв моторов мы сможем услышать ещё до самого снега Наша съёмочная группа получила драйв и бурю эмоций Адреналин заставил бежать кровь по венам быстрее Полный восторг и ощущение чистости свободы Мы проводили ребят до выезда из города А колонна направилась дальше на закрытие мотосезона в Рославль И в заключение о спорте В областном центре завершилась 18-я спорта-киада инвалидов, которая проходила в течение двух дней Более 100 спортсменов из 27 районов области Победители отборочных этапов в 15 видах спорта боролись за звание лучших Победители спорта-киады поедут на соревнования всероссийского уровня На Смоленщине проходят юно-армейские игры на Кубок губернатора области Посвященные Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков В играх участвуют школьники 15 и 17 лет Соревнования зонального этапа прошли одновременно в Смоленске, Вязьме и Рославле Победители будут определены как в личном, так и в командном зачёте И это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Спасибо за внимание, до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова